Это актуальное интервью студии Ирина Цепитова. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о наших селах. У нас в гостях глава телевизии Кожельн Владимир Сергеевич, глава Коткина Глухов Вадим Евгеньевич и председатель Совета депутатов Приморско-Куйского селесовета Чупров Леонтий Михайлович. Здравствуйте. 21 апреля вся Россия отмечала день местного самоуправления. Все главы собрались в Красном для обмена опытом. Вопрос скорее к вам. Как вам поездка? Как впечатление? Может быть, что-то взяли на заветку для развития своему муниципального образования? Праздник, конечно, молодой. Всего третий год он отмечается в Российской Федерации. Ну, а поездка в Красную, она у меня не первая. Еще и ранее мы приезжали. И с Мюнти мы давно знакомы, и с главой муниципального образования Красного тоже с Виктором знакомы давно. Так что, наверное, на моих глазах было развитие этого муниципального образования, потому что мы часто общались друг с другом, ну и, в принципе, знали проблемы друг с другом. Вот. Ну, развитие муниципального образования порадовало тем, что за последний приезд, это лет пять назад я приезжал в Красное, выросли здания, большие постройки, строится школа. Школа понравилась. Огромный, конечно, объект, требует большого внимания, наверное, все-таки это объект для детей. Ну и понравилось то, что там очень много построено жилых домов. Конечно, мы тут делились, общались друг с другом, делились мнением. Наверное, все-таки нужно строить дома привычные с северу, да? Правильно ли, Мюнти? Да, это дома из дерева, в основном, которые дают больше тепла и больше надежды на защиту какие-то. Ну и не производить эксперименты с жилыми домами. Ну, а так-то само жилье красивое, ну, говорят, теплое. Ну, вообще, мне поездка понравилась. Ну, и общение, соответственно, со своими коллегами, которых я знаю уже, наверное, более десяти лет. А что-то перенимете для своего муниципального образования? Ну, вообще-то оно уже перенимается, потому что вот именно Красное был застрельщиком проекта по строительству жилья предпринимателями. Ну и вот в Коткино тоже предпринимателем построено два жилых дома, которые сейчас выставлены на продажу, и будут приобретаться. Уже предварительно есть решение о выделении земельных участков. В смысле, квартир. Именно квартир для учителя Коткинской начальной школы. Вернее, неполный, средний. Вот. И для участкового. Ну и еще один дом будет доделываться, тоже будет выставляться на продажу. Это облегчает процедуру, вставляем на конкурсы, работа там по подборке тех людей, которые будут заниматься строительством. А здесь покупаешь уже конкретно целый дом, конкретно с какими-то решениями комиссии, которые смотрят по качеству этих домов. Ну и потом уже будет видно, как это все идет. Ну, процедура облегчается. Вот это вот одно из условий. Ну, а все остальное перенять невозможно, потому что разное географическое положение, разные люди, разные мнения. Совершенно. Хотя мы живем в Днунинском округе. Ну, прохожие проблемы. Ну, а так, конечно, что-то хорошее будет приниматься. Например, побеждать их в спортивных соревнованиях. Владимир Сергеевич, а вам как поездка? Ну, поездка, конечно, понравилась. В Красном я бываю немного чаще, да, по несколько раз в год. Но рад за наших соседей, можно сказать, что у них действительно вырастает на глазах такой объект огромный. Он выделяется со стороны. Это школа, это в масштабах села. Это достаточно весомый такой социальный объект. Спаркомплекс есть, да, в Красном, о котором мечтает житель Тельвийский тоже. Вот. Вот. Обустройство дорог. С этим пока у нас в муниципальном образовании небольшая пробуксовка, но мы уже в этом направлении работаем, как бы тоже решаем эти вопросы. Вот. Ну, и, естественно, сама организация, пожарная часть, да, там это как пожарные водоемы. В этом направлении мы тоже работаем. За последние несколько лет мы построили два водоема, отремонтировали все старые резервуары, готовим. Ну, действительно, и как уже коллегами было отмечено, то, что действительно, у нас округ, хоть и мы живем в одном округе, но географически мы все расположены по-разному. Одна и та же проблема может решаться тоже немножко по-разному, но есть что подчеркнуть и есть что показать самим. Я надеюсь, что в следующий раз и к нам съездят в гости, мы покажем, как мы решаем проблемы, которые, согласно наших полномочий, к нам относятся. Ну, в целом, вывод, что такие поездки нужны для глав. Однозначно. А может быть, есть какой-то населенный пункт, куда уже в следующий раз хотите поехать? Как вы считаете, Матимир? В Шойну. В Шойну, да. Можно и в Шойну, можно и в Усть-Кау. Нужно и в Шойну, нужно и в Усть-Кау. Те отдаленные населенные пункты, которые есть, очень было интересно бы там побывать. Немногие из глав там бывали. Ну, а в нашем родном поселке Красный мы рады видеть всех гостей. Вообще, с самого начала работы в местном самоуправлении, как Вадим Евгеньевич сказал, уже больше 10 лет мы работаем вместе. Мы всегда учились друг у друга. Всегда, при любой возможности, мы ездили в ближайшие населенные пункты, где-то смогли подальше, пересекались в Коткино, на тех же соревнованиях, на сельской спартаке ради. Мы всегда делились каким-то жизненным опытом. Жизненным опытом подчеркивали, брали что-то новое, какие-то маленькие детальки, нюансы даже в оформлении поселка, благоустройстве, каких-то решений вопросов. Вот основная, даже не основная работа главы заключается в том, чтобы учиться, учиться на протяжении всей жизни. То есть есть какие-то знания фундаментальные, а есть жизненный опыт, который накапливается, его нужно воплощать на свои территории. Ну, конечно же, хотелось побывать на западе нашего округа, посмотреть крупные поселки такие, как Несь, в Пешу побывать. Вот в Омме я бывал, хочется побывать и на Востоке, посмотреть в Усть-Карлу, Андерму тоже хочется посмотреть. Я когда-то бывал, но это еще было давно, лет 20 практически назад, когда еще она выглядела по-другому. А так, такие поездки нужны, и, наверное, округ, если будет их организовывать и сможет взять на себя ту нагрузку по доставке глав организации, то это только слова благодатности будут тем, кто это сделает. Следующий вопрос у меня. В прошлом году весь округ обсуждал концепты 2025, в которые заложены основные принципы развития нашего округа. В том числе основной вектор там был, это развитие наших сел. Также глава региона была поручена каждому населенному пункту разработать план, план развития. Есть ли такие планы у ваших населенных пунктов? Если есть, реализуется уже что-то из них? Как дела обстоят? Планы, конечно, есть. Концепция уже подана на рассмотрение в администрации Нельского округа. Опять же, естественно, наверное, планы могут быть схожими, потому что мы также делимся, смотрим друг у друга, эти планы помогаем. Вот, и хочу сказать, что взгляды, наверное, на развитие населенных пунктов, все, они одинаковые. Это жилье, тепло, электроэнергия, электрообеспечение, линии электропередач, дороги, береговая зона, свалки. В принципе, одно и то же. Ну, мы, допустим, я уже провел, наверное, 8 или 9 сессий депутатов муниципального образования за эти последние 7 месяцев, вернее, первые мои 7 месяцев работы в должности главного муниципального образования. Ну, мы разорватывали какие-то приоритеты на осенне-зимний период времени, их выполнили вот недавно, как бы мы обсуждали эту тему тоже с депутатами. Ну, и сейчас договорились о том, что каждый из них рассмотрит и внесет свои инициативы, предложения по развитию. Но это уже дополнительное, это, может быть, как продолжение концепции развития муниципального образования, но только будет называться план, наверное, развития для подачи его на конкурс по грантам, то, что было озвучено в Нинскому округе. Вот. Ну, хочется развития населенного пункта. Он имел развитие, имел продолжение, там достаточно большой опыт был работать с населением, с населенным пунктом самим. Тут строились какие-то объекты. Ну, вот, и хотим иметь продолжение. И вот сейчас вот разговаривали, вот именно вчера на встрече, с руководством округа, и тоже как бы было предложено, ну, вопрос, что хотят они видеть от нас, вот именно в этом плане развития. Ну, вот как предложение было это создать, ну, как оно называется, или представление? Презентацию. Презентацию, да. Вот именно презентацию. И я вот хочу со своими жителями, вот, которые были в Думе культуры, там есть такие люди, составить в электронном виде презентацию в плане того, что сейчас есть, и желательно, чтобы это было в развитии населенного пункта. Ну, а так я уже сказал, это тепло, жилье, электроэнергия, дороги, вода, вот все, что требуется для нормальной жизни населения. Ну, соответственно, и работа. Ну, а если выиграть этот грант, то можно больше количества людей привлечь для работы, соответственно. У нас всего 5 безработных, их тоже хочется задействовать на работу. Ну, и молодежь. Вот сейчас вот идет работа, это же большим плюсом будет, если у нас 14-летние юноши и девушки возьмутся за какие-то работы. Вот, попробуют на себе, как это выглядит, сделать что-то своими руками, а потом уже будут вспоминать. Ну, такая практика была у меня в Индиге, когда школьники работали, помогали, делали мостовые и все, зато сейчас они ходят и говорят, это сделал. Я они уже, слава богу, им не 15, а лет по 25. А что касается производства, какие планы по развитию сельского хозяйства? Ну, допустим, по Коткину я могу сказать, что есть огромное желание у округа, этот разговор идет, и это желание совпадает с руководством СПК Аркасова, Алексея Иначим-Коткиным, работниками этого СПК, это по строительству новой фермы, потому что все ждут, не дождутся. Кроме того, что эта продукция имеет большой спрос у населения, как вот на территории самого села, вот у соседей, привыкли, я начал, когда работал в Индиге, вывозить эту продукцию в Индигу. Вот сейчас вот это имеет продолжение, продукция используется огромным спросом, и кроме того, ее спрашивают и в городе уже, вот, на фоне того, что здесь есть ВИТО, еще и вот очень высококачественная продукция Коткина. Нравится, она востребована, нужно развивать. Ну и есть большое желание еще, вот, развить поголовье. Я разговаривал с Алексеем Игнатьевичем, да, ну и вот по этой программе строительства вот эта ферма, она рассчитана на 400 голов, в том числе вот именно дойного стада, вот мясного, это 200, но остальные телята — это мясо. Вот, соответственно, наверняка это будет еще и увеличение рабочих мест. Это же самое главное, когда человек работает, зарабатывает деньги и понимает, каким трудом это все достается. Ну вот так вот. А учитывая тот факт, что сейчас у вас всего пять безработных, придется кого-то еще привлекать в село, если будет увеличиваться производство? Да есть заинтересованные люди, наверное, приедут. Ну, с одной стороны, ведь еще придет автоматика. Может быть, эти безработные, они не пойдут на ферму, но будут заняты в другом виде. Ну, а специалистов готовят, наверное, из молодежи. Вот я вот тоже обратился на Первом высшем совете, попросил тоже, чтобы рассмотрели вот в рамках этого округа хотя бы вот ту практику, которая была раньше, в советское время, когда молодой специалист — это был специалист любой направленности, не только сейчас, вот, к сожалению, это здравоохранение, образование, культура, был высоким званием, ему гордится специалист сельского совета, да. Специалист, допустим, механизатор, специалист-дойер. Ну, чтобы это звучало, и чтобы они могли использовать все те возможности, которые вот сейчас вот пытаются дать специалистам здравоохранения, образования, культуры. Вот. Когда это все расширится, то у людей появится и желание идти в сельское хозяйство. Кстати, вчера мы тоже обсуждали эту тему, да, Леонти, да. И вот, ну, не знаю, вот и главный муниципальных образований, и руководство округа, оно заинтересовано и говорит это открыто о том, чтобы сельское хозяйство развивалось не только село Коткино, но и другие села, и ОМА, и вот это самое, красным. Ну, где-то так. Владимир Сергеевич, направление, наверное, схоже, да? Ну, абсолютно схоже, да. У нас, во-первых, концепция развития муниципального образования, она давно уже определена, как внутри, да, она просто не имела конкретной формы, там, в виде закрепленного нормативным правовым актом, просто определили вектор, в каком мы хотим развиваться. Данный посыл нашего вектора мы всегда ставили перед вышестоящими, как бы сказать, органами власти, и заполярным районом, и субъектом администрации Нейско-Автономного округа у нас точно так же. Животноводство, да, в первую очередь, это восстановление фермы в селе Тельвиска, ну, в виде телятника, да, не то, что там дойное стадо будет, но хотя бы в виде телятника, и сейчас данный вопрос этот решается, у нас все-таки на нашей территории присутствует государственное предприятие, ОПХ наше, да, вот. Второй вопрос тоже хотели бы такой же телятник видеть в деревне Макарова, потому что деревня, действительно, имея все возможности для развития именно сельского хозяйства, на том берегу вся кормовая база, можно сказать, основная, но, к сожалению, по каким-то причинам в свое время было закрыто, да, хотя еще база-то не утеряна, там есть, стоит здание, то же самое фермы, которая кирпичная, оно в хорошем состоянии, можно сказать, поменять крышу, там, создать какие-то определенные условия, можно содержать, появятся рабочие места, будут развиваться деревни. Сейчас не самый лучший вид, когда там остались только социальная сфера, баня, дом культуры, почта, ну, как везде практически, да, вот. Вот, второе у нас, конечно, это развитие, мы хотели бы видеть, да, и уже на данный момент строится новая школа, уже начато строительство, на данный момент это бьется с военное поле, так что надеюсь, что в ближайшие два года мы увидим нашу новую школу вслед за красным, пусть она не на 300 мест, на 100, но она будет наша родная кирпичная школа. Также планируем и продвигаем всегда тему развития физкультуры и спорта. В прошлом году было построено специально функциональное освещение, чтобы наши лыжники, кто занимается скандинавской ходьбой, могли заниматься в темное время спокойно, да, потому что в рабочее время обычно светло, чуть рабочее время заканчивается зимой, все, темно, когда-то и некуда идти по телевизору, много не набегайся. Таким образом, хотели бы видеть паркомплекс все-таки в Тельевске. Ну и делаем все подвижки для развития малосреднего предпринимательства. В свое время были выделены земельные участки, и, как бы сказать, есть уже, построен один магазин, уже, я думаю, что, а, один введен в эксплуатацию, один сейчас уже будет скоро вводиться в эксплуатацию, магазин, в Тельевске всего до этого было два магазина, что не хватало населения, действительно, и создание конкурентной среды, оно уже уменьшает стоимость продукции. Вот. Также гостиничный комплекс предусмотрен, ну и там еще некоторые такие заделы у нас есть, это, как бы сказать, в виде КБО там, но это в дальнейшем это развитие, так что неким таким тормозом в данное направление стало то, что дорогу перестали на Тельевску строить. Вот. Тут в этом, конечно, и коммерческие структуры, которые готовы прийти на нашу территорию и работать, построить здания и все, они сейчас это притормозили. Ждем, чтобы все-таки дорога была, потому что с дорогой мы рассчитываем то, что у нас большой такой скачок будет в развитии. Вот. Спасибо. Недавно в газете «Нарьяна Вензер» вышла статья губернатора округа Кошина Игоря Викторовича «Пора задуматься об эффективности». Читали ли вы эту статью и что вы думаете об основных посылах? Леонид Михайлович. Ну, со статьей мы, конечно, ознакомились, и для нас эти посылы это не новые, это тот вектор развития ненецкого автомобиля, который задан сейчас губернатором, администрацией. Конечно, это связано в большей степени, наверное, и с актуальным вопросом очень для нас, как руководителей муниципальных образований, для руководителей учреждений, это передача полномочий. То есть те полномочия, которые ушли сейчас в округ от заполярного района, от муниципальных образований, знаете, мы все это уже когда-то проходили. Эти полномочия в свое время, когда не было заполярного района, исполнялись округом. Потом, когда сформировался заполярный район, часть полномочий исполняли мы в наших муниципальных образованиях. Пусть не в полной мере, пусть не совсем эффективно, но был такой переходный период. Если округ берет на себя эту ответственность, и приняли это решение, то мы в этом их поддерживаем. Множество проектов, которые реализовывались в наших муниципальных образованиях, поселениях, они, так скажем, застревали на какой-то стадии. На стадии, даже на стадии того, чего не зависело от руководства муниципального образования. Со своей стороны, муниципальные образования проводили необходимые процедуры, но вот это поступление денег в наше короткое северное лето многих очень подбивало. То есть доходили средства ближе к осени, а у многих муниципальных образований завоз вообще 5 дней, 7 дней от силы, малые реки. И практически многие вещи не реализовывались. Они переходили на будущий год. И вот с этим было очень много, так скажем, трудностей. Главы, а как вы относитесь к передаче полномочий, к тому, что еще в этой статье о чем говорится? Ну, я уже просто хочу поддержать. Леонтья, потому что этот процесс шел у нас еще, наверное, с господина Горбачева, да? Экономика должна быть экономной. Это при других лидерах наших государствах. Ну, вопрос это стоял всегда на Руси. Ну и вот я, может быть, не могу согласиться или согласиться с тем, что по вопросу посредничества. Правильно сказано то, что короткое северное лето с проведением конкурсами, там, котировками, приобретениями, закупками. Дорого время. А время у нас было распространено таким образом, что при исполнении тех полномочий, которые были обусловлены 131-м федеральным законом, у нас шло муниципальное образование, заполярный район, администрация. И вы думаете, дальше шло на муниципальное образование? Нет. Ну, назад заполярный район, согласование, администрация, муниципальное образование. То есть время увеличилось, этот объем, в два раза. Согласование. Ну, ни к чему не нужно. Тут здесь вопрос не то, что посредничества, а, может быть, взятие этих полномочий сверх нормы на себя. Сейчас ситуация, она будет устраиваться следующим образом. Муниципальное образование, администрация НАУ. Заполярный район исполняет свои полномочия напрямую с муниципальными образованиями, и здесь выполняет уже полномочия напрямую с заполярный район, администрация НАУ. С этой точки зрения будет гораздо легче. Объем денежных средств. Теперь вот я еще в 2006 году выступал за эту практику, чтобы все-таки администрация НАУ, как и раньше, это с начала формирования муниципальных образований законом номер 8 1995 года, когда она исполняла функции контролевого, скажем так, обязательства в муниципальном образовании были здравоохранение образования, ну и все то, что было связано, то, что начало за последнее время с этим передаваться друг другу. Справлялись нормально. Был контроль органов власти, субъекта федерации, был контроль КСП, счетные палаты, заставляли работать, думать глав муниципальных образований, были проверки. Да, у нас было трудное время, не было этих денежных средств, но все как-то было проще. И вот сейчас я думаю, что все-таки основная задача, поставленная, ну и идея самого вот этого изменения 136-го закона в изменении 131-го и в издании 95-го, это вот как раз вот формирование полного объема власти денежного и по полномочиям в окружной администрации. Все страшно сначала. Было страшно 95-й год, было страшно 2001-й, было страшно 2005-й, при формировании заполярного района передачи полномочий. И сейчас страшно. Все это надо пережить и посмотреть, как это поведет себя в дальнейшем. Но взяли у нас только, допустим, то, что касается муниципальных образований. Да, много полномочий забрали у района. Я ничего не буду говорить, потому что я не имею права оценивать то, что было там взято. Я не работал в заполенном районе. Я только находился в его составе. А то, что касается муниципального образования, ведь опять же сначала было страшно, и люди ожидали о том, вот передают полномочия культура образования, образования было передано, и физкультура и спорта. У нас есть ФОК, но не у всех он есть, правда, да? То есть вот нас коснулось это больше. У кого-то просто был человек, который занимался физкультурой и спортом, занимался молодежью. Там немножко это менее болезненно. Скульптура у нас тоже переживали, как мы будем работать с ними. А вот этот период показал. Провели твои юбилеи, провели спортивные мероприятия, и все на достаточно хорошем уровне. Так ведь, да, люди-то ведь остались довольны. А значит, это работали самостоятельно, те люди, которые руководят ФОКом, те люди, которые руководят Домом культуры, те люди, которые были задействованы раньше в культурных программах, жители просто. Я думаю, ничего в этом страшного нет. Но сейчас зато я услышал положительное мнение работников, допустим, Дома культуры и ФОКа. Отрицательным было то, что все-таки были эти задержки, но они были связаны с переходным периодом, который обозначен как в любое другое время. Да, это трудности временные, определенные. Но зато после этого услышали, что да, нам стали платить лучше, мы стали получать за качество своей работы лучше. То есть есть какие-то положительные точки зрения. Это нужно ждать, не махать шашкой, переживать за то, что дай Бог, чтобы это все получилось. Не находить общий язык. Мы вчера долго на эту тему разговаривали. Самое главное — это взаимопонимание, нахождение общего языка. Потому что в любом случае, если такой общий язык найден, оно в хорошем качестве возвращается к тем, для кого, в принципе, мы работаем, это к населению. Если его не нашли, опять же уже с негативом возвращается опять к тому же населению. И уже идет результат оценки негативной работы или положительной муниципального образования. Но я думаю, может быть, так и должно быть. Не знаю, время покажет. Я правильно поняла, если не справляются на местах, если этого требует экономика, то лучше передать на более высокий уровень. Так и это было давно предусмотрено. И 131-м федеральным законом, и 8-м, и 25-м законом федеральным. И это их, ну, хартия, это такое слово там назвать его. Пусть это хартия, но раньше нам это говорили, что это Совет Ассоциации Муниципальных Образований Международный. И наш Совет Муниципальных Образований тоже туда входил, как и многие другие по России. А передача помощи, она была предусмотрена 131-м законом на добровольной основе, на взаимовыгодных условиях. Естественно, если ты не сможешь справиться с каким-то объёмом работы, то лучше передать ему, тому, у кого есть деньги, и кто может, ну, хорошо справиться с этими полномочиями. Здесь ничего страшного нет. Такая же ситуация и в обратную сторону. Ведь закон предусматривает, опять же, обоюдное согласие, передачи как с нижнего уровня власти наверх и наоборот. И сейчас это у нас происходит. Началось, процесс пошёл. Процесс пошёл. То есть я знал, что так и будет. И в принципе-то в разговоре мы предусматривали объединить денежные средства и распределить их тем, да, может быть, пока средств не хватает в связи с постановкой, не только, может быть, в России ещё. Это тоже надо учитывать. И с бензином, с долларом, с нефтью, со всем. Но вот сейчас вот уже мы подписываем соглашение с Заполярным районом, будем содержать опять площадки, как это и предусматривали зараньше. Я почему-то не сомневался, что так и будет. И дороги. Тоже разговаривали, долго спорили, передавать, не передавать, всё, нашли общий язык, передали, опять же, с деньгами. Да, пусть их пока немного, но на первое время хватит. Ну а по поводу экономии, то, что вот вы тоже предварительно задали вопрос. Ведь надо денег тратить столько, сколько их можно потратить. Вчера опять касались этой темы, чтобы не было остатков в муниципальном образовании по переходящим. Мы почему оставляем эти деньги? Потому что мы боимся, что именно не дадут в следующий год. Поэтому деньги остаются, мы начинаем экономить, резервировать где-то что-то. Моё впечатление, что все деньги, которые лежат в муниципальном образовании, они должны быть потрачены для благосостояния населения, для благосостояния посёлка, для улучшения его внешнего вида, благоустройства. Вот, наверное, эта экономия обязательно нужна. Владимир Сергеевич, вы согласны с коллегами? Ну да, я согласен с коллегами в отношении того, что если у нас органы власти низкоавтономного округа, действительно видят в этом проблему, видят то, что действительно муниципальные образования в какой-то части не справляются, они берут на себя полную ответственность за исполнение тех полномочий. Собирая полномочия, можно сказать, они немножко освобождают администрацию муниципальных образований от решения каких-то проблем. Но с нас, как с муниципалитетов, с глав муниципальных образований ответственности никто не снимал. И у нас есть взаимопонимание, то, что мы должны решать эти все проблемы вместе. И время покажет действительно, как будет работать данная, как бы сказать, стратегия. Если на данный момент уже решаются вопросы, что на наш уровень возвращается ряд полномочий, значит, действительно, муниципалитеты в этом направлении лучше справляются. Я думаю, посмотрим. Время покажет, конечно, как она работает. И надеюсь, что все вот эти действия, они происходят только на благо жителей Нинискоавтономного округа. Спасибо. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, сегодня мы говорили о развитии наших сел. Это было актуальное интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова